Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Берука следующая». Мы тонизируем дыхательные пути человека. Традиционно мы скажем, уважаемые зрители, кому мало той информации, которую они получают в нашем видео, анатомия вам в помощь. Пожалуйста, приоткройте анатомию и посмотрите, как простираются дыхательные пути в нашем своем организме и какие органы части тела относятся. Мы кратко скажем, к дыхательным путям относятся нос, носовая полость, глотка, гортань, бронхи, бронхиолы, легкие и альвеолы. Пожалуйста, будьте внимательны. И вот если болезнь вызвала в человеке слабость, вялость всего организма, истощение, нам нужно что? Протонизировать дыхательные пути. Для чего? Для того, чтобы человек, человеческий организм стал что? Дышать глубже. Чем больше он будет дышать глубже, тем больше он получит кислорода, тем больше он получит ци, энергии. Для чего? Для работы всего организма и органов в целом. Особенно сердце. Помните об этом. И обогащение крови. А где мы с вами не порежемся, везде пойдет капелька крови. Потому кровь у нас везде. Вот ее нужно еще обогатить. Мы ее можем обогатить с помощью еды, а можем обогатить с помощью дыхания. Так вот с помощью еды все обогащают кровь, а с помощью дыхания единицы. Потому помните, дыхание стоит на первом месте. В обогащении крови. Только мало кто об этом знает. Для того, чтобы обогатить кровь, сначала что? Нужно не заставить дыхательные пути работать, а хотя бы их пробудить. Задать им тонус. И вот с помощью данной точки П8 дзинь-дзюй мы можем задать тонус всем дыхательным путям в нашем с вами организме. Сразу мы говорим, данную точку можно использовать при всех заболеваниях носа, носоглотки, горла, гортани, бронхи, бронхи, бронхиол, легких, альвеолы. Пожалуйста, всегда можно использовать данную точку. Почему? Потому что она задаст стимул, придаст энергии, пробудит то, что может не выполнять свою функцию. Данную точку массажными движениями нужно что? Активизировать. Спасибо за внимание.